Соседи, как правило, не выбирают, во всяком случае, в многоквартирных домах. Лучше, конечно, с теми, кто живёт в вашем подъезде, дружить. Но бывают такие соседи, с которыми дружить довольно трудно. Ну или, во всяком случае, перед тем, как с ними дружить, их сначала приходится воспитать. Соседка Галины Сальниковой выставляет мусор на лестничную площадку и выносит его только когда накопится несколько пакетов. От этого в подъезде неприятно пахнет. Того и гляди, заведутся тараканы. Галина несколько раз пыталась объясниться с соседкой. Но та говорит, что на своей лестничной клетке будет вести себя так, как ей удобно. Если по-хорошему договориться о чистоте в подъезде не получается, приступайте к психологической атаке. Распечатайте на принтере фотографии клопов, крыс, тараканов. Напишите, что к появлению этой живности приводит мусор. Положите снимки в ящик соседки. Снова нет реакции? Такие же плакаты повесьте с припиской. Спасибо жильцу нашего дома за чистоту в подъезде. Это она выставляет пищевые отходы в коридоре. Следующий этап воздействия для самых энергичных. Соберите соседей и всей делегации отправляйтесь к нарушительнице санитарного режима. Под напором коллектива она обязательно не устоит. Не сдавайтесь. Чистота в подъезде этого стоит.